Краевым новостям. Временно исполняющий полномочия губернатора Пермского края Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Кишерский муниципальный район посетил одно из крупных сельхозпредприятий, расположенного на этой территории. Подробнее о рабочем визите в нашем следующем сюжете. Развитие сельского хозяйства – одно из приоритетных направлений региональной власти. На днях временно исполняющий полномочия губернатора Пермского края Максим Решетников в ходе рабочей поездки посетил Спасобординское сельхозпредприятие. Здесь за последние пять лет построено две новые животноводческие фермы. Такого рода нормальные предприятия, которые развиваются, это не один-два по краю, это в каждом районе есть один-два, где-то три-четыре крупных производителя, но и ряд более мелких, которые тоже находят свои ниши и тоже развиваются. Поэтому сельскому хозяйству быть. Для сельского хозяйства Пермского края – зоны рискованного земледелия – молочное животноводство стало ведущей отраслью. Именно это направление сейчас активно развивается и в Кишерском районе. ООО «Спасобординский» заинтересовано во внедрении новых технологий, способствующих увеличению продуктивности коров и валового надоя. Сейчас мы обрабатываем полей больше 2600 гектар. Производим продукции молока. Всей продукции производим на сумму более 50 миллионов рублей. Надеемся, что 2018 год будет для нас финансируемый со стороны краевых властей, со стороны федеральных. Деньги нам нужны на развитие мощностей. Это для строительства в планах у нас 2018 год. Начало комплекса бесприводного содержания на 400 голов. Естественно, это увеличение парка техники, покупка животных, развитие, освоение новых территорий. Одним из сложных вопросов на селе является проблема кадров. «Спасоборде» ее решают путем предоставления жилья молодым специалистам. Так, совсем скоро ключи от нового двухэтажного дома получит ветеринарный врач. По программе молодого специалиста я могу получить подъемный, получить дом, собственность, только если я буду работать в сельском хозяйстве непосредственно. Так как работа мне нравится, я когда пришла сюда, приехала к директору, мы с ним разговаривали, давайте так, так, в общем, по программе. Будем работать, показывая себя, как покажешь ты, так и все будет дальше. Все, и вот у нас пришло взаимодействие. Мы в прошлом году построили дом, сделали, то есть стены, крыша у нас была. Дом у нас зиму отстоялся, чтобы, ну, все равно, земля уходила, еще что-то, то есть не было такого, что у этого места заселиться надо, нет. А вот в этом году уже начались недели работы, и я думаю, что осенью, к зиме я уже заеду полностью в готовый дом. По программе мне нужно будет отработать пять лет, и он потом придет в мою собственность. То есть я понимаю, что в городе за пять лет я бы себе, на жалею, не заработала. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве достигает 800 голов, при этом больше половины – дойное стадо. Для того, чтобы содержать такой объем, Спасобординский регулярно закупает новую кормозаготовительную технику, трактора и комбайны. Однако для расширения производства нужна поддержка со стороны государства. Это газификация, этим мы активно на селе занимаемся. Сегодня мы еще были в Спасборде, где тоже идет газификация, и тоже реализован хороший проект, значит, новая ферма, и тоже мы туда подводим газ, то есть, как бы, вот такие комплексные решения. Ну и плюс к этому, конечно, важно развитие дорог. Здесь продукция, здесь регулярный вывоз продукции, здесь рабочие места, и, конечно, условия для труда должны быть достойными. ООО «Спасобординский» сегодня – это финансово устойчивое, рентабельное и динамично развивающееся предприятие. Хозяйство не имеет задолженности по налогам и заработной плате. Такие предприятия составляют основу сельскохозяйственного развития края. Леонид Монохин, Алексей Долгоруков, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур».